Всем привет дорогие подписчики и гости канала. В этом видео я хочу вам показать как готовится печень по строгановски. А тех кто не знает что это такое, это обжаренная печень, свиная или говяжья, с луком и тушеная сметана томатном соусе. Это получается просто, вкусно, менее затратно и в такое блюдо входит минимум продуктов. Кого заинтересовало, желаю вам приятного просмотра. Для приготовления печени по строгановски я беру пол килограмма свиной печени. Также подойдет для этого блюда и говяжья печень. Охлостенная и вымытая заранее печень нарезается небольшим брусочком, сантиметра 3-4. Толстыми брусочками не должны быть. Желательно делать их поменьше, точнее поуже. Смонарезанную печень пока можно убрать в сторону. Далее я нарезаю две средневерные перчины луковицы. Общий вес у этих луковиц 200 грамм. Нарезать их нужно полукольцами. Разрезал напополам луковицу. Половинку еще разрезаю посередине. и нарезаю полукольцами. Для этого блюда желательно больше лука. Не нужно стараться делать меньше, потому что лук вкуса придает, точнее, дополняет вкус печени очень хорошо. Если луковица у вас небольшая, то можете ее не разрезать пополам. Половинку эту полностью нарезать полукольцами. Все, мой лук нарезан. Убираю его пока и перехожу к плите. На плиту я уже поставил глубокую сковороду разогреваться. Там в кастрюле у меня уже стоит вода для макарон на гарнир к печени. В разогретую сковороду я наливаю растительное масло, где-то столовую ложку. Жду, когда разогреется немного это масло. Масло разогрелось, я выкладываю сюда мою печень. Сразу добавляю треть чайной ложки черного молотого перца и чайную ложку без горки соли. И обжариваю печень на сильном огне, потому что мне нужно именно ее обжарить, чтобы она не тушилась. Обжариваю так где-то около четырех минут. Прошло четыре минуты, как видите, уже печень обжарилась. Теперь ее перекладываю обратно в чистую тарелку. В эту же сковороду наливаю около двух столовых ложек растительного масла. Немного жду, пока масло разогреется. На разогретое масло выкладываю мой репчатый лук. И обжариваю его до золотистого цвета. Помешивать нужно постоянно и следить, чтобы лук не подгорал. Лук я обжарил. Прошло где-то около четырех-пяти минут. Добавляю теперь обратно сюда обжаренную печень. Далее добавляю сметану. Я буду ложить на глаз, потом скажу сколько нужно ложек. Шесть столовых ложек сметаны. У меня пятнадцатипроцентная. И одну столовую ложку томатной пасты. Все, теперь это перемешиваю. Все, печень я перемешал вместе с соусом. И теперь я так тушу около пяти минут. Можно даже крышкой закрыть. Все, пять минут прошло. Я выключил газ. А печень уже готова. Сейчас дождусь, пока сварятся макароны. И можно подавать. Моя печень по-строгановски готова. Я ее красиво украсил. На гарнир я взял макароны. Можете брать любой гарнир. Подойдет пюре, гречка, рис, овощи просто. Теперь пробую. Ну что ж, печень получилась мягкая, сочная. Доведено все до вкуса, до готовности. Поэтому пробуйте тоже приготовить такое блюдо. Это не сложно. И минимум времени занимает. Этому блюду я еще научился, когда был в колледже. И была у нас тема субпродукты. И нужно было что-то приготовить из печени. Вот. И всем сказали рецепт печени. Показали. И получается вся группа поварская наша готовила именно это блюдо. Этому же рецепту можно приготовить и сердце, свиное или говяжье. Без разницы. Также получится очень вкусно. Ну а от вас теперь я жду лайки. Кому понравилось это видео, подписывайтесь, если вы еще не подписаны на меня. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Всем пока. И желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok